Здравствуйте, товарищи! Итак, сегодня мы поговорим об одной очень интересной штуке, которая в путешествии может очень сильно облегчить вам жизнь. Ну, по крайней мере, мне она точно облегчит жизнь. Так, сейчас давайте глотнём кофейку. И начнём вещание. Итак, речь сегодня пойдёт вот об этой штуке. Что это такое? Спросите вы. Это называется MotoVinch от компании Eastbound. По-моему, только они делают. Нет, вру-вру делают не только они, делают ещё некоторые фирмы. Но, на мой взгляд, это самое оптимальное решение. В общем, это так называемый подъёмник мотоцикла в трудную минуту. То есть, когда вы упали или уронили мотоцикл, а у вас мотоцикл, допустим, очень тяжёлый, с высоким центром тяжести, и вам в лом его поднимать самому, или вы не в состоянии физически это сделать, допустим, получили травму, не дай бог, то вот эта штука, в принципе, призвана вам помочь. Я сейчас распакую эту штуку, покажу вам. Но принцип демонстрации, именно как он работает, я делать не буду, ибо не вижу в этом смысла, потому что вы можете вбить название этого девайса в YouTube, и будет куча демонстрационных роликов, именно как это дело работает. Я просто сейчас расскажу, покажу, почему я взял. Я уже в предыдущих видосах упоминал, что у меня мотоцикл CRF 300 Rally, то есть, на первый взгляд, это считается как бы около средней кубатурника, вроде лёгкий мотоцикл, да, но на самом деле за счёт высокого центра тяжести, плюс когда он лежит горизонтально, у него подвеска максимально расправлена, то есть, получается огромнейший рычаг, и его поднимать очень тяжело, то есть, даже если он пустой, его поднимать тяжело, скажем, если вы в бодром здравии и сухая, ровная поверхность, тогда ещё как-то можно будет одному поднять, а если где-то скользко, грязно, то тут уже возникнут проблемы. Я уже это испытал на собственной шкуре, особенно когда вот последнее падение было, где я сломал ребра. Пиздец, я сейчас разложился, сука, бочина болит, аж пиздец. Ебать, лихо я дал, блядь, газу. То есть, как бы один я бы не вывез, то есть, его поднимать. А теперь представьте, вы где-то в лесу, далеко от цивилизации, где вы точно знаете, что вам в ближайшее время никто не придёт на помощь и не поможет поднять. Не дай бог, получили ещё травму. Поэтому было принято решение, ну, опять же, подписчик подсказал, что есть такая штука, и я вот тоже загуглил. Весит, конечно, эта штука 2,20 килограмма, то есть, 2 килограмма 200 грамм почти что. Есть версия полегче, 1,8 килограмма, но она на более лёгкие мотоциклы. Я взял максимальную конструкцию. Почему я взял именно максимальную конструкцию, то есть, именно, которая максимальный вес тащит? Ну, и потому что, мне кажется, потом, если в перспективе когда-нибудь, не дай бог, я решу это дело продать, мне будет проще продать, потому что такая, именно эта версия, она охватывает больше вариантов мотоциклов, то есть, тяжёлые мотоциклы. Ну, давайте, не будем рассусоливать, а распакуем и покажем, в принципе, что это такое. Так. Ну, во-первых, это стропа. То есть, это стропа с петлёй, то есть, эту петлю можно цеплять к ручке, и потом это дело всё поднимается. Ну, в общем, как это всё работает, я думаю, кому интересно, кому любопытно, забьёте в Google, возьмёте из названия, вбейте в Google, и вы сразу всё найдёте. Так. Далее. У нас есть вот несколько таких трубок. Блин, ты сам не есть, чтобы, ну, было компактно вставляются друг в друга. Вот ещё. То есть, упс, улетело, не важно. В общем, это алюминий, то есть, достаточно лёгкий. И... Сейчас, секундочку. Всё, достану и покажу. Короче, трубки соединяются посредством вот таких вот штук. Я не знаю, как их назвать. Но фишка в том, что в верхнюю трубку у нас вставляется вот такая вот штука. Через неё, по сути, перекидывается петля. То есть, вот таким образом. Получается, мы делаем такую... Такой штук телескопический, да, и получается вот... За счёт этого получается такой создает... Получается, как бы, кран, который крепится к ручке. Руля и начинается натягиваться по средствам. Сейчас покажу, какой штуки. Ну, в принципе, вот такой вот обычный механизм. Незатейливый. Трещотка. То есть, я говорю, у версии, которая поменьше, у неё просто вот эта трещотка немножко поменьше и легче. Соответственно, грузоподъёмность за счёт этого снижается. Ну, зато оно компактнее смотрится. В принципе, незатейливый механизм. Я думаю, умельцы могут даже смастерить что-то подобное сами. То есть, главное понять принцип, как это работает. Ещё раз говорю, ребята, это видео не про то, чтобы я сейчас всё собирал здесь, показывал, демонстрировал. Про это есть видосы. Цель данного видоса – показать вам, что вообще такая штука есть. Просто если вы об этом не знали. Вот такие вот дела. Я думаю, не стоит затягивать данный видос в длину. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Всем пока!